1 февраля Центральный районный суд города Твери. Сегодня здесь продолжились судебные слушания по уголовному делу Эмиля Байрамова по факту дорожно-транспортного происшествия с участием Байрамова. С трагического момента аварии прошел почти год. Все случилось 3 февраля 2020-го у Театра Кукол по проспекту Победы. В ходе расследования уголовного дела установлено, что 3 февраля 2020-го в период времени с 12 часов 40 минут до 12 часов 50 минут Байрамов, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял транспортным средством Киастингер и двигался по правильной части проспекта Победы города Твери в направлении от улицы Ардженжикидзе города Твери к проспекту Чайковского города Твери. При приближении к регулированным светофорным объектам перекрестку проезжих частей проспекта Победы и Бакаламского проспекта города Твери Байрамов увеличил скорость до назначения около 104 км в час с целью проезда перекреста на мигающий зеленый сигнал светофора. И на решение правил дорожного движения совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением Каравашкина, который на разрешающий зеленый сигнал светофора считал маневр поворота налево, двигаясь с проспекта Победы города Твери на Бакаламский проспект в направлении Смоленского переулка города Твери. В результате столкновения автомобилей Kia Stinger и Volkswagen Polo смертельное ранение получил водитель Volkswagen Karavashkin. И пострадали 8 пешеходов, ожидающие в этот момент разрешающего сигнала светофора. Эмиль, скажите, вы извинились перед пострадавшими? Да. Вы как-то компенсировали им моральный вред материально? Да, компенсировал. К вам имеют претензии пострадавшие? Мы еще об этом не разговаривали. Вы считаете себя виновным? Нет. Ни в чем? В чем-то виновным. Суд решит. Что вы можете сейчас пострадавшим сказать? Соболезны. Байрамов извинился перед пострадавшими? Да, Байрамов извинился и неоднократно. Он извинялся, находясь в СИЗО еще на стадии следствия, направив письмо подробное потерпевшей. И также извинялся непосредственно в ходе судебных заседаний. Какая-то материальная компенсация пострадавшим была со стороны Байрамова? Была еще до стадии направления дела в суд. В настоящий момент готовится компенсация пострадавшим дополнительная. Да, в суде он приносил свои извинения именно в присутствии потерпевшей Кровушкина. Какая-то материальная компенсация была выплачена стороной Байрамова? Компенсация была выплачена в размере 450 тысяч. Это происходило еще в период предварительного следствия. В ходе расследования уголовного дела действия Байрамова были квалифицированы по пункту А части 4 ст. 264 УК РФ по уголовному делу. И с 16 июля 2020 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение по делу и направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый Байрамов ранее судим в 2013 году по части 1 ст. 115 УК РФ. А также в 2014 году по части 2 ст. 213 и пункта ЧА, пункта АА, частью 2 ст. 115 УК РФ, в том числе к наказанию в виде реального лишения свободы. Также ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение сферы права дорожного движения. На судебном заседании 1 февраля в качестве свидетелей были допрошены родственники Байрамова. Кроме того, допрошен специалист-нарколог. Сторона защиты обеспечит явку специалиста-нарколога для исследования вопросов, необходимых для правильной квалификации садейного Байрамовым. То есть будет оспариваться наличие наркотиков в его крови? Я такого не говорил. Сторона защиты будет предоставлять доказательства, которые в последующем оценит суд. Напомним, все это время Байрамов, несмотря на ходатайство своих защитников, находился под арестом. По нашим данным, уже на следующей неделе по уголовному делу состоятся судебные прения, а затем приговор. Какое наказание просят стороны у суда, пока досудебных прений держится в секрете? Мы следим за ходом событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова